Продолжаем страницу «Юд», «Алек». Мы в этом смысле как бы вернулись и назад для того, чтобы там я, поскольку у нас начался новый учебный год, я так не хотел начинать сразу с годы, хотел что-нибудь более серьезное. Говорили о том, как и при каких обстоятельствах следует читать Криятшма, а сейчас немножко для настроения. Мы тут читали о том, как Давида Меллах сказала, «Брахот благословил все творения Ашема», и мы читали так. Амар Раби Йоханан, это у нас у Рава Штайнзейца, в старом издании, на странице, сейчас мы посмотрим, я просто смотрю порядковую страницу 42-я, да, правильно, и это Бет. Быстренько пройдем это, мы это уже читали. Амалия, в Амалия Ау Мина Раби Абау. Мы уже установили, что мин – это или христианин, или какой-то раскольник, или просто гой. Ну, весьма ситуация. Мин – другой, некто другой. Как про свинину говорят, «давар ахэр», нечто другое. То есть не хотят… Слово «хазир» это уже как бы неприличное слово. Поэтому нашли эмфизм. Это мы уже говорили, почему поменяли местами. И вот тут очень важно было. Амар Раби Йоханан смухин Мина Тора Мин Айн. Откуда мы знаем, где-то Тора нас научила, что рядом стоящие отрывки в Торе, Псуким, совершенно стоять не случайно. И факт, что они находятся рядом, надо изучить и понять. Самух, смухин. Ну, где говорится, смухин – это как условное понятие. Видите, все это как бы закодировано. Смухин Мина Тора Мин Айн. Так очень часто бывает в геморре. Смухин Мина Тора Мин Айн. Ничего не понятно, да? Рядом стоящие в Торе откуда? Все такое. Надо раскрыть эти скобки. И мы говорим так, как я уже сказал. Откуда мы знаем, что Тора считает нужным толковать и объяснять два рядом стоящих отрывка? Что они должны быть, как правило, связаны между собой, и надо понять эту связь. Вот что понятно? Смухин Мина Тора Мин Айн. Совершенно ничего не понятно. Вот в этом как бы задача. Даже если ивритоговорящий товарищ, который не учил геморрой, не понимает эти понятия, он не поймет. Что значит? Откуда смухин? Смухин рядом стоящие в Торе. И будет искать, где написано… Я даже не знаю, что можно подумать. Непонятно, да? По-русски мы бы сказали. А где в Торе написано, что смухин рядом стоящие? Что такое? Абракадабра. Правильно? Поэтому очень часто, когда мы учим геморру, надо искать широкое объяснение, раскрыть скобки. Все это как бы это снег своего рода для знающих людей, поскольку тут мудрецы, геморы, обсуждают понятия известные и… Да, это просто жить в другом мире. Мне как-то, я помню, я выступал и привел там несколько сравнений Илья Ауна Ви, Йосефа Цадик в своей жизни. Она говорит, а как это вот… Вы что, все время как бы думаете о образах в Торе? Да, когда со мной что-то происходит, особенно когда анализируешь, что со мной происходило, у меня это автоматически накладывается на то, что было в Торе, потому что Тора, она как бы… Это как бы сканва, как говорят, да? Бэкграунд под основой всех событий, которые у нас происходят. Поэтому это надо знать, жить надо с этим. То есть, если вы не живете Торой, вы не поймете всех этих условных сланговых сокращений. Смухин Минаторин, знаешь, не мало. Бывает, Смухин, мы читаем. Нашли этот отрывочек. А у меня здесь это легко найти. Смухин Леулам. Смухин Леад Леулам. Это у нас Тейлим Куф Юдалев. Смухин Леулам Леад Леулам Асуим Бе-Мет Ве-Йоша. Тоже пойми. А вот как это понять? Смухин рядом стоящие, рядом связанные. Навсегда из века вечного. Это прямой перевод. Из века вечного. Они сделаны Суметом и Йошером. Вот он в этом усматривает ответ на вопрос, где написано в Торе, что надо понимать, надо разбираться вне случайности написания двух отрывков Торы, Торы один рядом с другим. Это может быть в Тилим, это может быть в Торе особенно, как мы видим, это самое Смехут, Паршиот, когда там сказано, что вышел человек и проклял Ашема. А откуда он вышел, непонятно. Помните эту историю с сыном Шломиты? Так два предложения говорят. Что отца вышел, откуда вышел, с предыдущей главы. А в предыдущей главе говорится Олехам Апаним. Олехам Апаним, да. И значит, он говорит, если он проклял, значит, он отнесся к этому пренебрежительно. А как можно отнестись пренебрежительно к хлебам предложения, которые были в Ихалии? Ну, конечно, он посмеялся над этим. Он говорит, вы что, Богу ничего другого не нашли давать, как кроме этого высохшего хлеба, который стоит неделю, как бы он уже и зачастовел, загрубел. Понятно? А другое предположение, откуда он вышел, откуда ты вышел? Откуда он вышел? Говорят, ми бейдино, шелла мошарабейну вышел. Завышел из бейдино. Там разбирался вопрос о Войагиуре. Признать или не признать? Не признали? Вот он проклял. Это как бы пример того, что когда не сказано, откуда он вышел, сразу начинает комментировать или разобраться смехут про шьет. Один рядом с другим. Это что-то нам говорит. Понятно? А вот то, что как здесь говорит эта посылка из отрывок из Телим Кувьюдалаев, смухим леад леолам, значит, понятно, мы понимаем, что эта смехут в святых книгах, она леаду миолам, она извечна. То есть она не случайна, а она соответствует какому-то очень сложной формулировке творения мира. И они сотворены, все это смехуты, сотворены по законам Тары. Вот, пожалуйста, прямо написано, да? Вы будете говорить, спросите, ну, вот я смотрю, написано прямо, да? Если вы думаете в терминах Тары и знаете Тару, то вы видите, что это так написано. А если вы без этого, так вообще непонятно теряете, что написано, да? Стоят рядом, да, навечно. Ну что? Ну, стоят, стоят, да. Понимаете? А тут ведь на самом деле идея в том, что если то, что мы говорим о вечности, это всегда, значит, это божественный замысел, изначальность момента творения. Не случайно. Ничего не случайно и так далее. Вот. Как видите, можно, я говорю, взяли только одну строчку геморрэ. Это уже лекция, можно продолжить на полчаса. Лама нисмеха парашат афшалом ли парашат гогу магог. Вот тогда, как бы, только после того, как мы доказали, что объяснение смысла или извлечение смысла и самого факта, что два пасука стоят рядом с другим, является законом Тары, а не просто нашей фантазии. Надо разгадать, почему Тара решила написать это рядом, почему одна решила написать рядом. Клум, мы уже сказали, это неужели, да. Хотя клум на иврите – это ничего, пустое место, да. Клюм. А вопросительная интонация – это означает, да, вопрос. Может ли быть шээвэд шэмурэд бэрабо, кумарээвэд это гога и магога, или гога из страны магога, так как он посмел поднять руку на Ам-Исраэль. Ам-Исраэль призван быть, как мы знаем, по Абрамовину, сказал, что ты будешь управлять всем миром, да. Или понятно, что мы говорим, что тот, кто посягает нам Ам-Исраэль, он посягает на Гадожбурху, потому что мы его народ. Так что как это может быть? Хотя я говорю, как же, вопрос сам по себе неудуменный, странный. Но вполне может, что раб будет восставать против хозяина. Что здесь в этом такое? Ну, возможно, тут как бы вопрос можно поставить, но как бы столько претендентов есть, когда действительно раб восстает против хозяина. Ну, что там спрашивать? Ну, на всем случае, тогда, если вы спросите, сразу скажете, а вот посмотрите, а сын может восставать против отца? Ну, не может. Но если сын может восставать против отца, мы знаем фактически, как бы теоретически, действительно, как так сын? Так, его папа вырастет, кормил, обучил, все ему дал, и вдруг сын выступает против отца. Как это может быть? Не может быть. Но это было. Давида, Абшалом и Давида Меллах. Значит, если это уж совершенно невероятное событие могло иметь место, то тем более понятно, что и раб может восстать против своего хозяина. Вот как бы такая сложность Мехут прошьет. Поэтому, клюм есть, ха, бен, ше, мурэд, би, адив, элла хавэ. Маза хавэ? Хая. Это было. Это было. Элла хая. Хаба хай. То есть, ва вьюд, в этом данном случае, чередуется. Элла хая. Да? Аханами хая. Так и это. Да? Ах и нами. Нами это так же. Да? Да. Так же. Да. И это так же было. Или тут, правда, как бы было, да? Потому что это уже произошло. Мы уже после восстания Гога и Магога. Некоторые говорят, что это только сейчас будет. Ну, неважно. Амал Раби Йохан и Миншум Раби Шимон, бен Йухай, май диктив, пиа патха бе хухмар, битурат хесед айлешона. Вот это, в Мишлея Шлома Амеллах. Он говорит, уста раскрила, она раскрила в мудрости и тарат хесед, милости на языке Йео. Кенегид, как мы уже знали, эзер кенегид, так что самое. Но кенегид обыгрывается против, но самое, как бы, основное значение слова кенегид в соответствии с чем-то. Это понятно, да? Вот. Кенегид. Кенегид в соответствии с кого он имел в виду, когда он сказал в своих Мишлей вот эти вещи. Кенегид Давид Абюф. Это сложно, конечно, потому что здесь в женском роде. Пия, пия, патха, бе хухма. Это она, да? Правильно? Женский род. А он говорит, это про дава дамерлаха. Мужской род. Ну, не знаю, кто-то занимается, наверное, этими соответствиями. Вообще, надо, он хочет сказать, что это про мудрость. Это мудрость, которую нашел Шума Амеллах у своего отца. И говорит так. Это тоже как бы самому по себе непонятно. В пяти мирах он прожил и каждый раз сказал песню. Значит, мы еще не знаем песню прославления. Мы еще не знаем, что за прославление он сказал, но мы понимаем, что мудрость, хохма, будет приписана человеку, который умеет восхвалять и благодарить, скажем, другого человека или мироздания. Шедар, Зе, Гадар. Дар, Ладур. Дар, Ладур. Даяр, Дира. Очень правильно спросили. Это глагол Дар, Ладур. То есть основа это Далет, Ва, Вреш. Три согласные. Далет, Ва, Вреш. Приспружение изменяется. Дарти, а не Дар, а не Адур. Понятно это, да? Ну, Гадар, да? Гадар, это не имеет никакого отношения. Шедар, который жил. А, жил. Да, Ашер Дар, Миша Дар. Он жил. Значит, он был, скажем, в пяти, в данном случае, Хамиша Оламим. Вообще-то, надо бы сказать, Оламод мы сейчас говорим. Но Олам, как мы знаем, это, вот вы видите, есть такое особое качество. Есть женский, мужской роды, есть средний род. Дерах, например. Это средний род, это может быть мужской и женский род. Шемеш, мужской и женский род. Олам, очевидно, тоже может быть. Оламод, Ве, Оламин. Вот очень интересное явление. Шемеш тоже может быть женский. Да, да, да. Шемеш золахат, Ве, ну и что такое? А, Шемеш хам. И так правильно, и так правильно. Дерах. А, как бы, очень интересно, наверное, есть какие-то исследовательские работы, которые исследуют причину такого странного явления. Хотя понятно, и Шемеш, и Дерах – это недушевленные предметы. И в этом плане, скажем, даже в русском языке, не все недушевленные предметы мужского, есть часть женского, и часть мужского рода. Хотя почему, казалось бы. Ну, по-русски просто, если женское окончание у этого существительное окончание женское, что хотя оно и неодушевленный предмет, он будет приняться как женский. А Дерах и Шемеш не имеют окончания женского рода, действительно, не странно. Ну, неважно. В любом случае, Дарби, Хамиша, Оламим, тут мы, скажем, жил в пяти разных ситуациях, да. Каждый человек, это как бы, это, каждая ситуация, это целый мир, правильно? Я сидел в тюрьме, это был один мир, я освободился, приехал в Израиль, это другой мир, да. Потом стал жить с семьей, это третий мир, понятно? Тоже мир, тоже можно назвать мир. Как открыл мой ученик еще в лагере, в Симон Грилю, в Симон Грилю, в Симон Грилю сказал, О, Олам от слова Нейлам, Нейлам сокрытый, правильно? Интересно, как наши мудрецы, конечно, по Слову Божьему, назвали этот мир скрытым. То есть, то, что мы видим, это не то, что есть на самом деле. Там есть сокрытость большая, да. Говорят, в Хасидуте клипес. Есть клипа, еще клипа, и клипа, пока доберешься до сути. В Ямар Шира, да, в любом случае, Шира, как мы говорим про Шира при переходе Красного моря, Аз Яшир Моше, Убны Исраэль, это Шира Азот, да. Говорят, Шир Яшар, Яшар Нашем. То есть, когда песня рвется из груди, из сердца, и не просто сердце там, это песня какого-то Барда, а твоя личное сердце – песня души, да, то это песня, которая на самом деле самая глубокая молитва, которая достигает Ашема. И вот, значит, поэтому сейчас перечисляете эти пять ситуаций различных, пять миров, в которых жил. Да, Грав мы знаем это от слова Карев или Грав Мир Хама, но есть еще и другое понятие, Грава Им, да, двойственное число, тоже еще одно явление интересное выговорите, двойственное число, Грава Им, это внутренности, да. Поэтому он говорит, вы коль крабай, а чем коль чо. То есть вся внутренняя жизнь, мои кишки, можно сказать, они тоже прославляют Ашема. Ну, это как бы с натяжкой получается. Почему? Потому что, понятно, он же находится в чреве матери, в матке. Возможно, он видит, что там есть какие-то органы рождения, пищеварения в теле матери, но это не его. Или, как мы говорим по закону Аллахи, пока ребенок не родился, он интегральная часть матери. Понятно это? Поэтому, когда мы выбираем, бывает, это еще папа мой покойный, второй меня не учил, но однажды он мне рассказал, есть барбекуа. Это говорит, если делают шкиту корове, и вдруг обнаружат у нее зародовщик, почти что рожденного теленка. Но пока он не родился, он еще часть его тела, и поэтому не нужно ему приносить шкиту, можно его сразу есть, он говорит, мясо очень нежное и вкусное. Откуда мой папа знал, у него дядя все были кацавим, мясниками. Наверное, он попробовал это. Так что, кроваем, вот так он объясняет это, геморран, раби Йоханан, к ты мне, раби Шимон бар Юхай, кабала, это все кабала. Даже и тут, как бы, то, что он говорит нам, раби Шимон бар Юхай, и то еще все загадочно. Второй мир, в котором он был, яца лавир хаулам, нистакель бекухавим, вамазалот, вамар ширашеный мат, вархуа шем малахав, гибурей куах, осей дворо, лишмо беколь дворо. Говорит, вот тоже, как бы, все, как бы, все созвездия, все они благословляют, благословляйте, это повелительное клоня, да, благословляйте Ашема, ангелы его, и все это за ангелы, гибурей куах, хосер дворо, мы сказали уже, что это, так, мудрецы потом говорят, что это соответствует формуле наасе ванишма, правильно? Ши гибурей куах, это осей дворо, лишмо ли коль дворо, наасе ванишма, понятно, да? И так это есть Медраж, который говорит, откуда Ашем, когда сыновья Израиля ответили ему на пятый день, коль маши диберашем наасе ванишма, пятый, пятый ва сивана, он сказал, откуда, сыновья Израиля узнали секрет моих малахин, ибо сказано, вас сей дворо лишь моля коль дворо, да? Вот так, таким образом, ну, понятно, ответ очень простой, потому что сами мы тоже сыны Божьи, поэтому нам и все это понятно, естественно, да, как объясняют, почему мы сказали наасе ванишма, да, как бы, мы сотворены Ашемом, и поэтому для нас Митцвод – это нечто внешнее, да, это часть наша, да, и когда нам говорят, мы говорим, когда Ашем говорит, нам надо делать это, мы смотрим, мы говорим, да, нахон, это вот мы знаем, да, потому что это наша часть, как будто бы, как говорят там, воспоминания забытого, да, говорят, что, когда ребенок находится в качеве матери, он учит Тару, да, а какую он Тару учит, да, вот то, что, как бы, все его органы тела сотворены по Слову Божьему, и поэтому каждый орган тела является носителем определенной митцвы, да, так говорит известный каббалист Хабада Аравицха Гинзбург, он говорит, мы не должны учить Тару, мы должны вспоминать то, что в нас заложено, очень какой-то, я полностью заливируюсь с этим подходом, и вот поэтому, значит, говорит, как бы, Барюха, или Рабюхан, что откуда он, истокель бы кухавиму мазалот, и как он называет эти кухавимы мазалот, малахим, да, это понятно, это мазалот, он, например, зачем нужна гвура, чтобы, лишь мобиколь двору, так объясняет Морисохачев, он говорит, Акадож Барюху отчленил их от себя и послал выполнять задания, галут, они не хотят, кто же хочет уйти из галута, сам из дома отца, но они настолько сильные, что они подчиняются его воли, как мы говорим, как мы говорим, тот, кто способен подавить свои мелкие страстишки, вот так это, Вот видите, здесь сразу два синонима, шадаем и дадим, грудь матери, шадаем, это как бы однозначно физиологически грудь, грудная железа, а дадим могут быть и краны, да, дадим это могут быть и краны, но это как бы, это соответствует, и сказал, Шера, Мар Шера Шенеймар, Бархи навшият Ашем, Вальтишкихи, Кольгмулав, и не забудь всех, как бы, тех, кто пили молоко матери, мы все гмуляя Ашем, потому что, как мы говорили, когда, когда Ицхак Авин, был отлучен от груди матери, они устроили большой пир, Гмулей шадаем, это на самом деле, и, как правило, говорят младенцы, которые уже больше не пьют молоко материнское, или же это просто все люди, потому что все когда-то мы действительно начинали получать нашу первую мудрость из молоко матери, вот, Май Кольгмулав, да, Гмуль, как мы знаем, это возмездие, воздаяние, Амара Биабау, Шаасала Дадим, Бимком Бина, да, значит, Алтишки Хи Кольгмулав, не забудь всех добрых дел, которые я всем тебе сделал, что он сделал такое, Май Гамал, мы говорим Гамал Ли, да, что такое Гамал Ли, это не верблюд мне, это имеется в виду, Гмоль сделал мне что-то хорошее, да, слово, как можно сказать, Асали Машу Тов, а можно сказать Гамал Алай, то же самое, просто более как бы литературно, ведь и вата, что же такого говорит он, Гамал, Ашен Гамал Ли, Давида Менах, или вообще как бы человечеству, то что, если мы посмотрим, как животные, когда после рождения припадают к сосцам матери, сосцы матери находятся рядом с самыми нечистыми частями органа тела, внизу там, под ней, под животом, правильно, все там находится рядом, а у человека это место находится в самом благородном месте, там, где сердце, над сердцем, собственно говоря, мы как будто бы пьем молоко матери из ее сердца, так и поэтому это уже одно заслуживает благодарности. Значит, в Алтишке это Гмулав, Майи Коль Гмулав, видите, тоже здесь зашифровано Майи Коль Гмулав, что это Коль Гмулав, надо понять так, Майи Коль Гмулав, как следует понять это выражение, Коль Гмулав все добродения, что он сотворил ей грудь в месте мудрости. Как мы знаем, есть при сотворении, при изготовлении Оль Моэд, сказано, кто это изготавливал, и изготавливал это женщины, и называется Хохмей Лев, то есть, вот это ремесло, их искусство, оно было Хохмат Лев, в отличие от Хохмат, скажем, Бин Сехель, поэтому он говорит, что это Маком Бина, Лев, это Маком Бина, где-то как бы тут неоднозначно, но в данном контексте это именно имеется в виду. Что значит, как бы вы перевели? В чем смысл? Да, что это значит? Что значит Маком Бина? Ама Равюда? Где шилу истакель бим ком эрва? Место эрва, это место, вы знаете, слово эрва происходит от глагола ля арод. Ля арод – это вливать. То есть как бы этот акт зарождения жизни связан вливанием в женский орган, вливанием, поэтому называется Маком Эрва. И сейчас в современной медицине в районе переливание крови называется Ируй Дам или Ируй Нос Лим. То есть если вы нуждаетесь в какой-то жидкости, вам это самое привязывает, называется Ируй Дам. Возвращено к основному значению ла арод. Хотя потом получило дополнительные коннотации, связанные со всеми обстоятельствами вот этого акта. Поэтому как бы как сам по себе эрва это не это не тот самый орган. Так он назван. Помните, когда говорит Юсеф, к которому привели его братьев, в чем он обвиняет? ба-тем-ли-роте-тер-бат-а-рыц. Ну, понятно, что как бы это самое сокровенное место у человека. Если он пойдет без нижнего белья по улице его сразу посадят, почему-то как бы это не принято. Это баком эрва. Но это, видите, в переносном смысле. означает означальное значение слова эрва это именно как бы средство для переливания. То есть эфемизм, да, это такое? Да, да, переосмысленное даже. Есть другие, как мы знаем, понятия, которые а вот действительно такая деликатная люди не знают, не задумываются, что это на самом деле значит. Это значит, как бы можно сказать, какой-то физический процесс переливания из пустого в порожнее. Да, да, маком эрва. Где шало енек бимаком атинофет? Как мы знаем, тинофет это не нечистота какая-то, летанев это запачкать, запачкать, да, метунав запачканный, да, загрязненный. Поэтому тинофет это как бы не, как бы, тинофет это что-то нечистая грязь, да, но не мусор, грязь какая-то, да, и поэтому этот маком эрва называется маком тинофет, потому что ведь, знаете, он как бы там это, как бы, один из секретов творения, как отвечает на вопрос какой-то, а почему так, почему так, он говорит, а ты никогда, говорит, а вот если бы мы посмотрели бы у человека на процесс зачатия человека, мы бы сказали, фу, какая гадость, да, это что такое, да, но смотри, после этого появляется человек, и человек может быть какой-то очень исключительный, Машир Абейн, у Давида Мэллах так он появился, у тебя есть еще вопросы, ты не знаешь, совершенно непонятно, да, почему так, можно было сделать что-то более возвышенное, да, вот это по поводу карбонот, бейтамикдаши, да, фу, убивать животных, там, шикар, что это такое вообще, да, он говорит, а вот, вот, это ладно, а вот зачатие человека, это как, да, мы же интеллигентные люди, да, в белых перчатках, как это вообще может быть, мы, наверное, это все должны делать по-другому, вот, Маком Тинофет, это Маком Тинофет, потому что, тем более, что это как бы, как бы, как бы, мочеиспускания, одновременно, место зарождения ребенка, место рождения ребенка, и место мочеиспускания, как это творец все вместе соединил, каким образом, что в этом есть, да, ну, Ашем, на всякий случай, значит, источник молока, бины, он отнес у человека другое место, Раби Мобалатан, Шилайшаим, Вамар Шира, увидел Мопала, это гибы, это поражение, на самом деле, да, ну, слово Нафаль, Нофель, понятно, Нафель, сказал Шира Шинаймар, Итаму Хатаем Минаарит, урушаем Модейнам, Бархин Афши, это Ашем, Аллилуйя, то, что Брурия подучила Раби Мейра, да, Итаму Хатаем, Хатаем, исчезнут, да, все грехи, и нету злодеев, очень хорошо сказано, а вот как, я его спрашиваю, а вот как это сделать, чтобы Хатаем исчезли, да, а может все-таки лучше порешить всех этих самых грешников, и все, да, учить, как это вот, да, сказано очень правильно, действительно, Хатаем, они не свойственны человеку, но как их искоренить, а не лучше ли искоренить этих злодеев, нет, не лучше, будут новые злодеи, бесконечные, так как мы сегодня говорим, наше правительство, говорим, мы хотим искоренить Хамас, ну, вот искоренили, да, еще появилось, еще что-то другое, искоренили Хамас, будет что-то другое, как бы, зло, оно бесконечно, пока ее полностью не победим, истакель, бьем, амитаб, амар, шера, да, и вот, значит, он задумался, очевидно, о дне смерти, и, как бы, понял, что мы все смертные, и это он тоже воспел, тоже непонятно, причем за смерть, правильно, благословляет душа, душа, да, моя благословиет Ашема, ты возвысился, да, и облегся, в год величия и в красоту, да, смотрите, как хорошо здесь, и красиво, и сразу можно изучить новый смысл, как бы, это выражение, вот попытайтесь догадаться, откуда это следует, что здесь, да, проем смертной смерти, да, действительно, ничего, да, Ашем облекает себя, в год величие его творения, все, ничего про смерть не сказано, как ты вдруг говоришь, что это следует смертью, амар, раба бар бар шила, мисефади иньяна, дыхтир, тастир панехай, балун, осефрухам, и габуд, значит, поскольку это все говорится действительно о том же псалме Куфьюдалов, которые говорят на Рошходыш, да, и говорят о, на могилах, на Йорцай, на Борхенов, а там, как по примеру, который уже нам преподнесла Брурия, она говорит, шваль, шваль, швиль, лематэ шел пасух, всегда смотри в конец, да, чтобы понять общий смысл, надо смотреть, чем это кончается, он говорит, этот пэрик Куфьюда, Алев кончается в следующем, сокроешь ластир панеха, сокроешь лик свой, все творения испугаются, баалла, страх испугается, то сефрухам, а если дашь слишком много духа, да, то они умрут, и много тоже плохо, да, можно сказать, импаркт, приток усиленный, приток крови, крови, да, то есть он сидит и как бы регулирует это краники, да, если слишком много, то и габун от слова ликбуа, очень важное слово, это умрут, ликбуа, умирать, мы знаем ламут, а вот здесь ликбуа, как мы видим, пишется, гиммель баб айн сохраняется, поскольку айн, это оборотное согласное, то оно получает, патах ликбуа, да, то сеф, рухам, юсиф, но осиф, руах, и габун, да, надуется как воздушный шар, или как, перекачаешь футбольный мяч, он взорвется вот из лишнего воздуха, который ты подашь ему, хорошо, новая тема, далее, это уже мы в конце страницы, юд, амудалев, и это у нас здесь страничка, у раба штанзица, номер 43, говорит так, вот это тоже стоит запомнить, это простой очень идиома, который пользуется гиммаран, что значит, ваамре лей ла мар укуба, сказал ровшине бар укуба, ваамре лей мар укуба, шо за такэ, о, в общем просто, значит, мы начинаем изложение какого-то мидража, и говорим, это от имени Минахама, да, а некоторые говорят, нет, это не от имени Минахама, а от имени Нехэми, да, поскольку, потому что действительно, как бы, хотя, рабшими он сын уквы, да, но некоторые считают, что в памяти, ведь это же все передавалось устно, вот, и такие небольшие огрехи, они уместны, да, что сказали с семьи бар укуба, а на самом деле имелся в виду сам бар укуба, мар укуба, это сам, как бы, отец и известный мудрец, а не его сын, вот и все, поэтому, когда вы видите в тексте гиммары, ваамре ла, имеется в виду, а некоторые считают, да, а некоторые говорят по-другому, да, хави шахиях, камея, драйви шимон бен пази, тут вот шахиях, это от слова немца, да, немца, мы говорим, какой, вы помните, сходный глагол, вы грите шахиях, лишкуах, да, а вот в арамите, это антоним, наоборот, находиться, быть, присутствовать, интересно, да, правда, с другим корнем, там, немца, шахиях немца, на еврите забыл, а на арамите нашел, это известный, как бы, феномен в родственных языках, когда, как для примера, правда, я не знаю, знаете, как на болгарском, говори, движением головы, вы означаете, да, да, вот, нет, интересно, да, вегабе месадер агадата камея да рабьешуа бенлеви, да, месадер агадата, то есть, так же, как мы только что читали, что раби Шимон Пакули, месадера та тфила бифней рабангамриэль, помните, да, так тут тоже самую функцию, ну, очень много агадот, много очень, надо их, как бы, распределить, лесадер, да, так появились эти, сперва, медрош рабы, это сборник медрошей, да, а до этого были какие-то разрозненные медроши, собрали их, медрош рабы, вообще, как бы, в этом смысле поражает осмысленность работы, собирание, классификация, да, так могло быть ворох такое, и знание, и все, тогда бы забылось, а то, что в какой-то момент, например, рабью, когда она все решили классифицировать и ассортировать все брайты, сделать из них мишну, да, это очень интересно, как бы, я бы сказал, надо проследить в мировой истории, является ли это первым, как бы, примером того, что человек начинает думать систематически, да, строить системы, воспринимает мир как систему, а не как, совершая набор фактов. В любом случае, миссадер агадата, камея да рабью шо июшо бен леви, рабью шо бен леви, это хеврута раби Йоханана, это супер-супер амура, из первого поколения, амарлей, и, значит, тут снова, как мы видим, сказал ему, тут классический вопрос, который можно гонять учеников в школе, кто кому сказал, правильно, то есть, во-первых, мы видим, шахи ахкамея перед кем-то, это значит, что, скажем, Маруква, он занимается, как бы, классификацией, сортировкой, систематизацией, мидраша в присутствии раби Шимон бен Пази, кто здесь важнее, раби Шимон бен Пази, и он сказал ему, мая диктив, бархина все это шим, рукой крова и чем кучу, кто кому сказал, понятно, что Маруква спросил, раби Шимон, да, он спрашивает у него, мая диктив, как надо понять, что написано, да, вот как бы, в просторечии, мая диктив, что написано, да, понятно, что написано, вот как следует понять, или почему это написано, на мали, буре, шилоки, медат, аганушбу руху, медат, басар, бадам, кто такие у нас, басар, бедам, бенадам, да, меда, качество, свойство, особенное, да, значит, ну, как мы видим, мы крутимся еще вокруг того же самого посылка, с которого начало Брурия и Раби Меер, мы прошли теперь эту всю историю с Бархинавши у Давида Меллахши, у Маамеллахши, да, и сейчас снова обыгрываем это, он говорит, это мы лучше поймем, как бы, смысл этого выражения, если мы посмотрим, что человек делает, Буррия и Рабхинавши, медат басар бедам, медат басар бедам, цар цура аль габей акотель, в иной ахоль, ла тильба руаха нишама, вот, как бы, цар цура, нет, ла цур, в данном случае, как лицо, делает, да, циюру, делает циюр, да, это как бы однокоренные слова, циюр, бе цар, цар цура, изготавливает, делает изображение, да, это очень интересно, как бы, переход этого глагола, ла цур, от слова лицор, я цира, творение, да, это творение, и в данном случае, это творение, как бы, искусственное, такое, как бы, что-то такое, прикладное творение, да, цар цура делает, какое-то изображение, и говорят, иш цура, человек, как бы, представительный, если у него цура, да, даже самое цура, на иидыш, означает, вообще, по ним, цура и по ним, это лицо, вы не знаете иидыш, как же вы учите, не знаете иидыш, сухарят, сухарят, шучу, да, я сам чудом знаю, иидыш, цар цура, габея коты, винуя хулеатильба, руах, анышамляатиль, влить, да, мы говорим, на телать ядаем, да, хотя, как бы, литоль, да, это, брать что-то, да, а леатиль, это вливать, вливать что-то, да, я думаю, так говорят, про Нахашкадмони, что он ввел в хаву, это вот, это, свою, свою нечисть, зуама, что ввел ее, и тильбе хава, зуама, так говорят в кабале, зуама, это как тенов, это что-то нечистое, да, леатиль, да, поэтому, если наталь, это брать, но и тиль, это не, это хифиль, вот наталь, наталь, это пааль, это основная форма, а леатиль, это, как бы, переходный глагол, да, наталь взял, а леатиль, передал, да, бросил, и налил, вот видите, мы заодно учим немножко евреи, хитиль, нет, хифиль, хитиль, да, да, мы говорим, основа это, пей, ай, ламет, и тиль, переходный глагол, кому-то сделал, перешел, действие, которое переходит на другое, казалось бы, я, когда стал учить иврит, вдруг стал вспоминать то, что я учил в школе, да, глаголы, они тоже имеют те же самые значения, как в другом языке, переходные глаголы, возвратные глаголы, да, глагол усиления, так вот, это значит, интересно вообще, да, в беньяне, да, иначе не поймешь, потому что, как определить породу, породу нефаль, это страдательный глагол, правильно, страдательная порода, нефаль, да, и на еврейском нефаль, это, сам по себе глагол означает, подвергающийся воздействию, воздействие нефаль, да. – И еще у него есть гуфаль, да? – Гуфаль, это страдательная форма от хифиль, есть переходный глагол ифиль, да, а страдательная форма, это гуфаль, да, тоже переходный, но страдательный, был задействован кем-то, например, какой-то агент, да, задействован шабаком, уфаль, а это и шабак. Так не говорят, но это, Можно понять, да. Теперь, значит, вот он говорит, Адам, Басарбадам, он просто рисует, очевидно, царцу Рамы, цаер циюр, аль-габая-котель. Интересно, что он здесь выбирает стену. Обычно люди не рисуют на стенах, но, наверное, тогда это как бы было common sense. Люди рисовали на стенах, понятно, да. Всякие фрески там, смотрите, в древнем Вавилоне, все эти стены крепости, такие рельефные изображения потрясающие, из него мы очень многое, да. Войны там, поражения. Ну, и он, в случае, нарисует что-то на стене, хотелось бы, казалось бы, я бы сказал, извоял что-то, да. Какой-то формы нет, вот рисует на стене. Но не может вдуть, или как, придать жизнь, и ля-гатиль руахаим в этот рисунок. Он остается по-прежнему безжизненный, да. Внутренности, кишечники, вакадош-баруху, эйноках, эйнокен. Цар-цура, битох-цура. Да. А меаим, и что значит меаим? Меаим – это кишечник. Кишечник. Меаим. Кроваим – это внутренности, а меаим – это кишечник, пропор. Сейчас тоже в современной анатомии, в сердце, в этом махадат-меаим – это какие-то кишечные заболевания. Меи-газ – прямая кишка. Вот так это все хорошо. Учим за мной физиологию. И значит, Кадош-баруху изготавливает цар-цура, уме-тирба. Цар-цура, битох-цура. Изготавливает какую-то форму внутри формы. То есть, в женщине он творит ребенка внутри. Жена, женщина сама по себе является какое-то творение, можно сказать, цура. А в нем он еще сотворяет другую цуру. И кроме того, придает ему руах унышама. Она кроваем, убнаемяем, и дает этой цуре все составные части. То есть, как мы знаем, наблюдали за образованием ребеночка в чреве матери. Видим, как сперва появляется какая-то самая клетка, и как она начинает делиться. И вдруг при делении появляются органы тела. Это потрясающий процесс. Я читал на прошлой неделе открытия. Говорю так. Величайшее открытие сделали современные ученые. Они поняли, что где-то 500 триллионов лет назад на Земле была только одна вода. И вдруг какие-то базисные клетки стали делиться, и из этого появилось все живое. Так я это знал до ученых еще, можно сказать, первого класса. Они сейчас открыли, что там, еще не ответили на самый главный вопрос, они говорят, там были какие-то простейшие творения, которые вдруг начали развиваться под влиянием какого-то внешнего фактора. Откуда появились эти мельчайшие творения, скажем, эти как бы амебы всякие, клеточки, откуда они появились? Это еще не открыли. Это еще нам предстоит узнать. Но я поражаюсь, насколько они... И говорит там... Именно это сказала хана. Нет более выделенного особого, как Шем, и ничего кроме тебя нет. И нету творца, подобному нас. То есть здесь приведен этот послуг для того, чтобы сказать, что представление о творении человека можно передать глаголом цур. Ла цур так сказала хана. Хотя мы говорим, цур это, как правило, это скала мощная какая-то. Как Бенгурьон записал благословление на молитву, это написал Равгорен, когда обращается к Ашему. Цур Исраэль Багуало. Цур Исраэль Багуало. Твердыня и избрана. Да, да. А можно сказать, творитель, творец Израиля. И образ, и твердыня. Да, да, да. Цур, да. Цур это скала. Ну и образ тоже. Да, вот, пожалуйста. Цура, циюр. Да. Я слышал в лекции о том, что цура, то есть о таким образом. Да, образ. Цура это образ. Хотя, как бы мы, теперь мы понимаем, что на языке, скажем, каббалистов, мистики, цура это не внешняя форма, а это внутреннее содержание. Правильно? На этом еще нам предстоит разобраться. И он говорит, кень цур келокейну. Маи ин цур келокейну. Снова мы уже знаем, маи, это означает, как следует понимать, да, что нету цура, как это, энца яр келокейну. Вот здесь, как бы, слово цур получает свою окончательную интерпретацию в понятии лецаер. Да. И лецаер, оказывается, это не рисовать, а творить. Поскольку это происходит от слова яцера. Вот какая-то самая яцера, цади, юдреш, яцера. А циур тоже самое, тоже самый глагол. Значит, это циур творение. Как следует понимать выражение, ибо нету бри, бри, кроме тебя. Леволот, как мы знаем, сейчас на своем месте говорят, леволот, это развлечься. На самом деле глагол леволот, это значит износить. Поэтому блуим называется изношенные тряпки. Блай – это, как это называется в машине, износка, амортизация. На иврите блай – это амортизация. Когда покупаете машину, вы определяете, сколько у него блай. Износ. Да, леволот – это износить. Поэтому он обыгрывает это и говорит, Вейн валатха – ты, тебя нельзя износить, ты вечный. Не подается, не подается. Поэтому билуй, когда говорят, билуй – это развлечение. А в основном понятии это пустая трата времени. Почему? Потому что это означает что-то изнашивать, истрепать. Вейн валатха. Когда человек что-то делает, амортизация мивали муту. Да, в принципе, она изнашивает. Одевает одежду, башмаки и все это. Хотя он это и сделал, но он потом, он-то и все изнашивает. И на это, как бы, вы видите, где-то уже сейчас заканчивается этот диалог между, скажем, Маруква и Раби Шимон бен Пази. И он говорит, я так скажу тебе. Хани, хамиша, борхинавши, кинегит миамру, луамруэла кинегит кадошбуруху. Да? Это сказали про кадошбуруху. Борхинавши, борхинавши, борхинавши пять раз. Сказали в отношении кадошбуруху. У кинегит нишама. И по отношению, в данном случае, не в соответствии, а по отношению к душе. Ма кадошбуруху мале коля улам, ах нишамам леет коля гуф. Душа наполняет все тело. Ма кадошбуруху руэ вэй нони рэ. Он видимый. Он видит, но он невидимым. Так и душа. Она видит все в нас. И мы не знаем, где она. Ма кадошбуруху. Зан эт коля улам кулон. Да, это мы знаем. Зан, лазун, мазон. Зан эт коля улам кулон. Аф нишама... Извините. Аф нишама зана эт коля гуф. Да? Душа, понятно, питает все тело, потому что, когда душа есть, человек существует. Нет, ушла душа, человек уже не существует. Ма кадошбуруху таор, аф нишама теора. Ма кадошбуруху юшев бе хадре хадарим, аф нишама юшевит бе хадре хадарим. Понятно, что такое хадре хадарим. Внутри где-то, хадре хадарим, это где-то очень внутри, в скрытых покоях. Хедр комната, хадре хадарим, в глубине где-то, да, в скрытых каких-то покоях. находится душа, неизвестно, где она находится. Да. Аф нишама юшев бе хадре хадарим. Яво ми шьешбу хамиша дварим халалу, в ешабах, ли ми шьешбу хамиша дварим халалу. Придет тот, у кого есть эти три пять составных вещей, то есть, это душа, которая характеризуется этими пятью качествами, и во славе того, кто обладает этими пятью качествами, то есть кадош-буруху. Галалу-галель, да? Галалель, да, восхвалять, восхвалять. Илель, да, алель, да. Вот у меня есть, родилась девочка, называли ее халель, да, хотя обычно говорят, илель, мужчина илель. А вот сейчас принята девочка-галель, да. Точно как бы грамматически по смыслу, я не знаю, получается ли это, но имеется в виду хваление, слава, потому что как бы родилась она как бы уже не со всех молодых родителей, родилась Бляйна-Ара совершенно, и все, значит, вот благо тебе, Ашему, что вот все получилось. Ну, еще немножко продолжим, или на этом всего не завяжем. Надо мне, наверное, поехать. Да, да, конечно. Двар Митсва, конечно. Он не успел, но один, а второй постараюсь. Ну, все хорошо. Значит, запомним, мы завершаем на странице ЮД, в середине страницы Рот-Тетей. Я отсюда, да, продолжим? Нет, отсюда мы Безрат Ашем, Блинеда, мы продолжим. Вот я послал закляточку. Шаббат шалом, псоротовод, быстрейшего получения гражданства. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!